Безграничным талантом ученицы Тутберидзе восхищаются даже в Голливуде. Чем же вызваны бесконечные оды в адрес Камилы? Камила Валиева – главная сенсация Олимпийских игр в Пекине. Ей всего 15 лет, и на Олимпиаде она выступает впервые, но ее безграничным талантом и гениальностью уже восхищаются голливудские актеры. Кажется, Камила – лучшее, что случалось с женским одиночным, да и фигурным катанием в целом. Но чем же вызваны бесконечные оды и гимны, посвящаемые ей? В чем ее уникальность и превосходство над остальными фигуристками? Пора разобраться. Золотые медали и чемпионские титулы Камилы прочили еще три года назад, когда она даже не владела элементами ультра-си, но и без них поражала воображение своим невероятным катанием. А стоило ей усложниться, как стало понятно, что хрупкая длинноногая девочка станет одной из главных фавориток будущих Олимпийских игр. Так и случилось. Сегодня о чудесной российской фигуристке говорят все. Ее выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине привело в невероятный восторг весь мир. Китайские болельщики назвали юную спортсменку феей, сошедшей с небес, а звезда американского кино Олик Болдуэн сравнил катание Валиевой с искусством, которое разрывает дышу своей красотой. «Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены и артисты, вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека». Песня. Поэма. Портрет. «Посвятить свою, в случае Валиевой пока маленькую, жизнь этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок, душераздирающую красоту для этого мира», написал Болдуэн в своем инстаграме. Такие комплименты Камиле и хвалебные отзывы о ней не случайны. Она действительно уникальная фигуристка, опережающая время и соединяющая в своем катании то, что у других одиночниц мы наблюдаем лишь по отдельности. У Камилы, что называется, полный пакет, а еще целый список рекордов, которые она регулярно обновляет, повышая и без того, на первый взгляд, недостижимую планку. Когда маленькая Камила Валиева только начинала свой путь в фигурном катании, она параллельно занималась художественной гимнастикой и балетом. Продолжалось это недолго. Ее мама хотела, чтобы дочь выбрала что-то одно, и девочка предпочла станку и булавом коньки. Но полученные на балете и гимнастике навыки не потеряла, и они очень помогли ей в дальнейшей спортивной курьере. Главным образом это касалось растяжки и гибкости. Камиле не требовалось дополнительно тянуться, чтобы делать красивую спираль и бельман. Они получались у нее безупречно, а первые тренеры юной фигуристки во всю использовали этот козырь и вставляли в ее программы затяжки, переводы ног и другие фишки, недоступные ее по другому покатку. Посмотрите, как однажды в детстве Камила каталась в образе балерины, изображала прекрасного лебедя в белой пачке. Запись этой программы сейчас очень популярная в интернете, а статься равнодушным к девяти летней девочке, пушинкой скользящей по льду, невозможно. Повзрослевшая Камила еще более хороша. Вращение в поперечном шпагате стало ее фирменным элементом, который каждый раз завораживает, будто видишь его впервые. Бельман повторяет полный продольный шпагат, а так высоко и легко удерживать ногу на выезде из прыжков, как это делает Камила, не способна ни одна фигуристка. На сегодняшний день Камила Валиева – единственная взрослая фигуристка, которая выполняет тройной аксель и четверные прыжки в одной программе. Русская ракета Александра Трусова и то пока не может соединить в своей произвольной квады с три кселем, хотя давно и упорно тренирует прыжок в три с половиной оборота. Камила же очень быстро дополнила свои четверные тулупы и с ольхов тройным акселем и теперь демонстрирует судьям и зрителям полное разнообразие технического арсенала. Едва выйдя во взрослые, Валиева стала бить один рекорд за другим. Разделавшись с рекордами Трусовой и Косторной по набранным в короткой, произвольной и обеих программах балом, она продолжила превосходить свои же достижения. Только вдумайтесь, на этапе Гран-при в Сочи она набрала 185,29 балла за произвольную и 272,71 балла в общем зачете. А на чемпионате Европы минус 90,45 балла за короткую программу. Просто за предельные цифры. И это не потолок. Для Камилы, возможно, его вообще не существует, особенно если учесть, что первые рекорды она установила, не обладая еще ни одним взрослым титулом. Будучи юниоркой, Валиева уже могла похвастаться благосклонностью судей, для девочки с безупречными движениями и красивейшими прыжками и не жалко высоких компонентов. На взрослых стартах эта тенденция не изменилась, Камила превзошла во второй оценке даже действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Сложилась уникальная ситуация, когда дебютантка взрослых стартов обыгрывает более опытных конкуренток не только техникой, но и компонентами. Алине Загитовой в свое время приходилось рассчитывать, прежде всего, на технику. Камила Валиева – та фигуристка, которая при сложнейшем контенте не теряет эстетичность и катание. Она не ездит от прыжка к прыжку, отворит на льду искусство, не позволяет отдыхать себе на вращениях и дорожках, делает все по высшему разряду. Камила доказала, что возможно прыгать ультрасе и сохранять художественную целостность. Ей не приходится отдавать все силы на четверный и тройной аксель, чтобы потом с трудом докатывать программу. Нет, ее запаса энергии хватает до самого конца. Все спортсменки Этири Георгиевны в чем-то талантливы. Но Камила отличается тем, что у нее есть все. Она и хорошо прыгает, и хорошо скользит, и вторая оценка есть, и вращение туда же. Очень важно, что у нее есть все качества, которые нужны в наше время. Это и женственность катания, и прыжки сложные, ультраси. Когда она катает программу, то следит за всем. Бывает такое, что есть хорошие прыжки, но на вращениях спортсмен, как говорится, отдыхает. А Камила отличается тем, что у нее ни к чему не придраться. Все сделано с иголочки. Это очень подкупает и судей, и зрителей. Сейчас Камила, уникальная и самая универсальная фигуристка, отметила серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.